МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Карагандинской области запустили крупнейшую в Центральной Азии солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт. На площади в 164 гектара размещены 307 тысяч солнечных панелей. В результате действий карагандинских налоговиков предприниматель понес большие убытки. Бизнесмен вынужден обратиться за помощью в региональную палату предпринимателей. Поддержка, вера и возможность. Таков девиз 2019 года, Года молодежи. Эксперты утверждают, что этот год создаст условия для всестороннего развития молодых казахстанцев. В Карагандинской области запустили крупнейшую в Центральной Азии солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт. На площади в 164 гектара размещены 307 тысяч солнечных панелей. Запуск производства состоялся при участии Акима области Ирлана Кушанова, министра энергетики Каната Бузумбаева, а также инвесторов и партнеров. Новый источник возобновляемой энергии был построен за рекордно короткие сроки. За пять месяцев были забиты сваи, возведены металлоконструкции, на которых установлены 307 тысяч солнечных панелей. Мощности новой электростанции хватит, чтобы снабжать электроэнергией 10 таких городов, как Сарань. Проект реализуется международной инвестиционной группой из Германии, Чехии и Словакии. В ходе реализации мы выполнили поручение главы нашего государства. Вы знаете, глава государства поручил к 2030 году довести долю альтернативной энергии до 30%. И мы сегодня делаем один из больших шагов достижения этой цели. Глава региона отметил, что данный проект был представлен нашей области на Экспо-2017 и получил одобрение международных экспертов. Внесены правки в действующее законодательство, разработан механизм возврата инвестиций, собран пакет документов, который теперь может служить образцом для тиражирования подобных проектов по всему Казахстану. Думаю, что к концу 2019 года мы удвоим эту мощность. Эти станции будут еще десятки введены, где-то около 1100-1200 мегаватт, мы надеемся, к концу года. А вообще, в целом, к концу 2020 года более 2300 мегаватт, мы думаем, что будет введен в строй здесь, в Казахстане у нас. То есть программа начала действовать. Программа начала действовать, она активно развивается. Этот проект был реализован по инициативе международной инвестиционной группы. Базовыми партнерами являются компании Schneider Electric и Grass Engineering. Проект обошелся инвесторам в 137 миллионов долларов США. Его проектная мощность в год составляет 147 миллионов киловатт-часов. Для строительства солнечной электростанции были использованы высокоэффективные фото-вальтаические панели. Обратите внимание, что данные панели, они безрамочные. На них нет окамтовки в виде металлической рамки, как обычно это делается. Это последняя технология, она называется «Глаз-глаз». Это дает то, что, допустим, мы сейчас в зимний период стоим, и не задерживается снег, не образуется наледь. Перед тем, как вложить такие деньги в этот проект, естественно, проводились соответствующие исследования. И, соответственно, был сделан вывод, что это нормально. И этот регион, почему, допустим, он тоже выгоден? Потому что у нас температурные условия зимой минус 30, минус 25 градусов возникает эффект естественного охлаждения. То есть они также нуждаются в охлаждении, и это лучше, чем если бы это было, допустим, в каком-то жарком климате. Генерация происходит лучше. Стоимость одного киловатта составит 36 тенге. Чтобы карагандинские потребители не ощущали больших затрат, она будет распределяться на все базовые источники энергии. Это значит, что традиционные электростанции будут продавать эту энергию под видом своей. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Международный центр зеленых технологий поможет в реализации экологических проектов в Карагандинской области. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписал Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Наш регион стал десятым по счету регионом страны, с которым центр заключил меморандум. В развитии зеленой экономики руководство региона заручилось поддержкой организации, созданной по поручению главы государства, как наследие Экспо-2017. Соглашение предусматривает обмен информацией, координацию деятельности при разработке и реализации комплексных планов развития региона. Наши главные направления – это региональное сотрудничество, поиск партнеров, поиск проектов в этом направлении. И, конечно, с использованием международного опыта. Второе направление – это международное сотрудничество у нас. И третье направление – как раз выявление новых доступных технологий. С этого года нам выделено бюджет, государственный заказ по внедрению новых доступных технологий, производство, производственный процесс, модернизация предприятий, чем мы сейчас занимаемся. В результате действий карагандинских налоговиков предприниматель понес большие убытки. Бизнесмен вынужден обратиться за помощью в региональную палату предпринимателей. Это обращение подробно рассмотрели на очередном совете по защите прав предпринимателей. В мае 2017 года следователи карагандинского департамента государственных доходов завели уголовное дело на владельца фирмы Рауан СКО по статье «Экономическая контрабанда в особо крупном размере». Арестованный контейнер с товаром был помещен на склад временного хранения. Спустя полтора года разбирательств уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Казалось бы, все трудности позади, однако для предпринимателя они продолжились. Фирма, на которой находится арестованный контейнер, отказывается его выдавать без оплаты. Владелец за хранение требует свыше двух миллионов тенге. То есть помимо того, что и так в течение почти двух лет предприятие не могло пользоваться, естественно, этим товаром, там достаточно большой объем, целый контейнер, и в настоящее время он, признали его, он все-таки доказал свою невиновность, несмотря на это, с него опять же, то есть уже другое предприятие требует два миллиона тенге, по сути, за то, что все это время находился товар на складе временного хранения, как бы даже не по его вине. В работе Совета по защите прав предпринимателей принял участие следователь Департамента государственных доходов Олжас Мусабеков, который вел это дело. Он заявил, что со своей стороны принял все меры для того, чтобы арестованный груз был возвращен предпринимателю, а то, что происходит сегодня, находится в гражданско-правовой сфере взаимоотношения двух субъектов предпринимательства. Мы в своем постановлении приняли решение выдать вещественный крест. Мы никак не препятствуем и не собираемся его удерживать. Мы обязаны и мы выдадим, но мы, значит, не можем воздействовать на то РУСТ-отказ какими-то способами, противоречивающими законам. Пускай РУСТ-отказ, наше мнение такое, то РУСТ-отказ выдает и обращается в суд с иском. И суд пускай принимает решение, проблем нет. Суд посчитает необходимым по взысканию этих издержек, так скажем, и портает государственные доходы, то мы обязаны, исполним, исполним. В региональной палате Атамикен посоветовали предпринимателю обратиться в прокуратуру. Ведь именно надзорный орган может признать требуемую сумму процессуальными издержками. Классно-уголовно-процессуальному кодексу необходимо представление прокурора для отнесения данных расходов за счет госбюджета. Надеемся, мы данный вопрос с помощью правоохранительных органов и именно прокуратуры сможем решить. То есть необходимо принять уже правоохранительными органами определенные меры для того, чтобы отнести... То есть это процессуальные издержки, и они должны быть отнесены за счет государственного бюджета. На заседании Совета по защите прав предпринимателей также рассмотрели вопрос о предоставлении государственного имущества субъектам частного предпринимательства, а также заслушали информацию от Департамента полиции о принятых мерах по обращению индивидуальных предпринимателей. Андрей Тен, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С начала года в Караганде открыты четыре пункта трудоустройства молодежи. До сегодняшнего дня сюда обратились около трехсот человек. Из них четыре были трудоустроены. Об этом заявил руководитель управления по вопросам молодежной политики Мирас Куттбай в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Поддержка, вера и возможность. Таков девиз 2019 года – Года молодежи. Эксперты утверждают, что этот год создаст условия для всестороннего развития молодых казахстанцев. Запланировано множество мероприятий, в том числе не осталось в стороне и трудоустройства молодежи. Теперь на территории крупных городских рынков Караганды и Тимиртау молодежь может найти себе работу, записаться на курсы переобучения и получить бесплатную консультацию. В ближайшее время аналогичные пункты откроются в Ресказгане и Сатпаеве. Для удобства наших граждан мы открыли центры занятости, пункты центра занятости именно в таких местах. Проходимость рынка ШРС в день 8-10 тысяч человек. А от Нарба до 13 тысяч человек. Здесь скоплений людей очень много, поэтому мы на такой шаг пошли, чтобы молодежь не знает о проводимых мероприятиях, которые по трудоустройству. Для этого мы открыли такие центры. В рамках Года молодежи на реализацию социальных проектов из бюджета было выделено 600 миллионов тенге. Запланировано открытие областного центра здоровья молодежи, 32 спортивных площадок и 20 хоккейных кортов. Также особое внимание уделено военно-патриотическому воспитанию школьников и развитию предпринимательства среди молодежи. Центры здоровья необходимы для нас. Сейчас в регионе у нас есть 9 таких центров. И мы планируем это дальше развивать и открывать не только в городах, но и в районах и селах. В планах есть открытие физкультурно-оздоровительных комплексов в Каркаролинском и Абайском районе. Нам нужна здоровая, энергичная молодежь, чтобы мы были уверенными в будущем нашей страны. Напомним, 5 октября глава государства объявил 2019 год Года молодежи, заявив, что комплексная поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной политики. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В регионе активно осуществляется проект по реализации антикоррупционной стратегии Сарарка Адалдых Алана. 23 января во время круглого стола была подписана персональная ответственность педагогов по недопущению коррупционных проявлений. Основной задачей данного проекта является снижение уровня бытовой коррупции и формирование антикоррупционной культуры. Его реализация предусматривает повышение качества государственных услуг, а также создание комфортных условий для граждан. Руководитель проектного офиса Бауржан Хусаинов утверждает, что данный проект имеет большую перспективу. Персональная ответственность необходима, потому что она конкретизирует, что конкретно руководители, а они еще являются приоритетными к лицам по помощи на осуществление государственных функций. Конечно, это не государственный орган, это государственные учреждения, среди них даже бывают государственные предприятия, допустим, ДЦД, это коммунальные казенные предприятия, но тем не менее, они приравнены к лицам по помощи на осуществлении государственных функций, и они обязаны соблюдать в том числе антикоррупционные законодательства. Не секрет, что для сферы образования особенно характерны преступления, связанные с хищением бюджетных средств. Из числа осужденных за совершение коррупционных правонарушений порядка 10% приходится на служащих сферы образования. Директора организации образования обязались рационально и прозрачно реализовать финансовые средства, выделяемые на обеспечение деятельности учреждения, а также не допускать фактов денежных сборов с родителей учащихся. Как руководитель государственного учреждения я несу прежде всего ответственность персональную за то, чтобы не допускать факты коррупции в нашем учреждении. Для этого, естественно, проводится системная работа по недопущению коррупционных рисков и фактов. Создано определенное условие, это и стенды, и закреплен с агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции инспектор, который всегда находится с нами на связи, рекомендации дают. Напомним, президент Казахстана в своем последнем послании заявил о необходимости распространения опыта столицы в реализации антикоррупционной стратегии в рамках проекта «Регионы, свободные от коррупции». В Карагандинской области данный проект начал свою работу 23 ноября прошлого года. Мульдир Жакан, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. С 25 января в Казахстане стартует неделя профилактики рака шейки матки. В предстоящую субботу во всех поликлиниках области пройдут Дни открытых дверей, где специалисты будут проводить консультацию. Карагандинские гинекологи призывают женщин проявить заботу о себе. В Карагандинской области в прошлом году скрининговое обследование прошли более 80 тысяч женщин в возрасте от 30 до 70 лет. У 12 из них выявлен рак шейки матки на первой и второй стадии. Медики заявляют, что чем раньше будет выявлено заболевание, тем успешнее будет лечение. Жительница Тимиртау Надежда Евсеева в прошлом году прошла лечение в онкологическом диспансере. После операции был курс лучевой и химиотерапии. Сегодня Надежда здорова. Она призывает всех женщин при первых же признаках обращаться к врачам. Морально, вы знаете, я не сказала бы. Не буду врать. И советую, что не надо бояться. Больше нагнетают ноги знакомые, что это страшно, укладка страшна, лучевая страшна. Нет. Все терпимо. Даже можете себе представить, до Стимиртау я ехала, считай мне два часа на дорогу, сюда и обратно. Только что обнаружили, естественно, нужно обращаться все-таки вовремя, не затягивать. Это самое главное. Не затягивать. И не бояться. Развитию данного заболевания способствует вирус папилломы человека, который довольно распространен. Инфекция передается половым путем, протекает бессимптомно, приводя к необратимым последствиям. Даже при современных методах, как отмечают врачи, не все стадии рака поддаются лечению. Поэтому очень важно выявить болезнь на раннем этапе. Несмотря проводимые скрининга обследования, рак шейки матки очень запущен, часто бывает. До 10%. Выявлены люди, которые одна треть не подлежит лечению. А представьте, рак шейки матки люди как умирают. Во-первых, он прорастает до таза, закрывает обоих мочеточник, приходится им накладывать с двух сторон нефростан, мочится через почку, а в последнюю часть закрывает прямую пищу, которую накладывать надо будет обязательно колостом. И вот такому подвергается при раке шейки матки. В рамках недели профилактики рака шейки матки 26 января во всех поликлиниках региона пройдет день открытых дверей. Бесплатно обследоваться у онкокинеколога, маммолога, а также сдать анализы на цитологию и получить консультанцию специалистов можно будет и в областном онкологическом диспансере. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова